История мировой сети от истоков до наших дней. Для журналистов города организовали экскурсию по базе компании Ростелеком, где показали и рассказали о достижениях интернет-дел мастеров. Екатерина Любишева продолжит. Сначала было слово. Передавалось оно по стационарному телефону. Причем в каждой стране такое средство связи развивалось по-своему и между собой было несовместимо. Сейчас даже не верится, что когда-то не было международного трафика. Тогда, вы знаете, как мне кажется, помогли в этом технологии железнодорожников. Они предложили свой опыт по перевозу самых разнокалиберных грузов. Ведь действительно, если мы хотим перевезти какую-то мелочь, то нам дают бандероль стандартную. Если какие-то средние грузы нам передают посылки, если еще более крупные контейнеры, все это укладывается в вагоны, опломбируется, добавляется поезд и едет абсолютно по разным странам. Такой интернет-состав получил название SDH. Составы росли, поезда ускорялись, и тут родился интернет. Люди покупали модемы, подключали их между компьютером и телефонной линией. Этот канал оказался недостаточным, чтобы удовлетворить интересы пользователей. Поэтому инженерам пришлось изобретать все новые технологии. Они решили использовать микроконтейнеры. Знаете, они у меня ассоциируются с пчелами, где полосатое тело – это как раз клиентская информация. А голова – это наша служебная информация, в которой опять же написано, откуда и куда передается эта информация. Ну и тут уже стало все очень просто. Сидишь в чате, получи себе три пчелы, которые тебе спокойно перенесут твою текстовую информацию в интернет. Если хочешь посмотреть фильм, прилетит целый у этих пчел и перенесет твой любимый фильм к тебе на компьютер. Сегодня основной тренд – волоконно-оптические связи. По сути, два разных стекла с разной плоскостью. Двоичная система подается в них, как луч, отражающийся от стенок. Сварить оптоволокно не так-то просто. Нужно взять волокно и пиктейл, предварительно их обезжирив, сколоть под углом 45 градусов. Ровненько. Затем совмещаем, закрываем и запекаем. Сегодня Ростелеком – это высокоскоростной интернет и интерактивное телевидение с сервисом караоке и фильмотекой. Большие возможности у телевидения. То есть вы смотрите не только то, что хотите, но и когда хотите. Журналистов пустили в святая святых к очень дорогим головным системам, показывающим работу интернета не только в ХМАО, но и в соседних регионах. Если на одной из линий случится порыв, то это будет видно сразу на мониторе. Так что в большинстве случаев проблема решается еще до того, как ее успел заметить пользователь. Екатерина Любешева, Сергей Колотов, Сругут Интерновости.